Патернализм сегодня экономически невозможно и политически нецелесообразно. Отказ от него диктуется как необходимостью наиболее эффективного использования финансовых ресурсов, так и стремлением включить стимулы развития, раскрепостить потенциал человека, сделать его ответственным за себя, за благополучие своих близких. Социальная политика – это не только помощь нуждающимся, но и инвестиции в будущее человека, в его здоровье, в его профессиональное, культурное, личностное развитие. Именно поэтому мы будем отдавать приоритет развитию сферы здравоохранения, образования, культуры. Нынешняя система социальной поддержки, основа которой составляют безадресные социальные пособия и льготы, устроена так, что распыляет государственные средства, позволяет богатым пользоваться общественными благами за счет бедных. Формально бесплатное образование и здравоохранение фактически платны и порой недоступны для малообеспеченных. Детские пособия мизерны, не выплачиваются годами, пенсии скудны и не привязаны к реальному трудовому вкладу. Утвердилась государственная ложь. Вот в этом зале, наверное, уместно будет об этом сказать, когда мы все вместе собрались. Мы принимаем многочисленные законы, заранее зная, что они не обеспечены реальным финансированием. Просто из политической конъюнктуры продавливаем то или другое решение и все. У нас нет другого выхода, кроме как сокращать избыточные социальные обязательства и строго исполнять те, которые мы сохраним. Только так можно восстановить доверие народа к государству. Важнейшей национальной задачей является обеспечение финансовой устойчивости пенсионной системы. Государство обязано предотвратить ее кризис, вызываемый быстрым старением населения России. Для этого необходимо внедрять механизмы накопительного финансирования пенсии. Аккуратно надо переходить к этой системе. Поэтапно, но двигаться в этом направлении нужно обязательно. Социальную политику будем проводить на принципах общедоступности и приемлемого качества. Приемлемого качества базовых социальных благ. А помощь предоставлять прежде всего тем, чьи доходы существенно ниже прожиточного минимума. Дети министров могут обойтись без детского пособия, а жены банкиров без пособия по безработице. Уважаемые коллеги, мы убедились. Нерешительность власти и слабость государства сводят на нет экономические и другие реформы. Власти обязаны опираться на закон и сформированную в соответствии с ним единую исполнительную вертикаль. Мы создали острова, отдельные островки власти, но не возвели между ними никаких мостов. У нас до сих пор не выстроено эффективное взаимодействие между разными уровнями власти. Мы с вами очень много и часто говорили об этом. Центр и территория региональной и местной власти все еще соревнуются между собой. Соревнуются за полномочиями. А за их взаимоуничтожающей часто схваткой наблюдают те, кому выгодны беспорядок и произвол. Кто использует отсутствие эффективного государства в собственных целях. И некоторые хотели бы сохранить такое положение на будущее. Вакуум власти привел к перехвату государственных функций частными корпорациями и кланами. Они обросли собственными теневыми группами, группами влияния, сомнительными службами безопасности, использующими незаконные способы получения информации. Между тем, государственные функции и государственные институты тем и отличаются от предпринимательских, что не должны быть куплены или проданы. Приватизированы или переданы в пользование, в лизинг. На государственные службы нужны профессионалы, для которых единственным критерием деятельности является закон. Иначе государство открывает дорогу коррупции. И может наступить момент, когда оно просто переродится. Перестанет быть демократическим. Вот почему мы настаиваем на единственной диктатуре. Диктатуре закона. Хотя я знаю, что выражение это многим и не нравится. Вот почему так важно указать границы той области, где государство является полноправным и единственным хозяином. Чётко сказать, где оно последний арбитр. И обозначить те сферы, куда оно не должно вмешиваться. Мотором нашей политики должны стать инициативные и ответственные федеральные органы исполнительной власти. В основе их полномочий конституционный долг обеспечить прочность исполнительной вертикали, общегосударственный мандат доверия, полученный в результате демократических выборов президента. Единая стратегия внутренней и внешней политики. Но без согласованной работы с региональными и местными властями, федеральные органы власти ничего не добьются. Власть на местах также должна стать действенной. По сути, речь идёт о собирании всех ресурсов государства с целью реализации единой стратегии развития страны. Нужно признать, в России федеративные отношения недостроенные и неразвитые. Региональная самостоятельность часто трактуется как санкция на дезорганизацию государства. Мы всё время говорим о федерации и её укреплении. Годами об этом уже говорим. Однако, надо признать, у нас ещё нет полноценного федеративного государства. Хочу это подчеркнуть. У нас есть, у нас создано децентрализованное государство. Вот что мы сделали за последний год. При принятии Конституции России в 1993 году федеративная государственность рассматривалась как достойная цель, на которую придётся много и кропотливо работать. В начале 90-х Центр многое отдал наотку регионам. Это была сознательная, хотя отчасти и вынужденная политика. Но она помогла руководству России добиться тогда главного. И думаю, была обоснована. Она помогла удержать федерацию в её границах. Надо это признать. Легче всего критиковать то, что было до нас. Однако уже скоро власти некоторых субъектов федерации начали испытывать прочность центральной власти. И ответная реакция не заставила себя ждать. Но хочу обратить ваше внимание. Ответная реакция пришла не из центра, не из Москвы, а из городов и посёлков. Органы местного самоуправления также стали перетягивать на себя полномочия. В основном полномочия субъектов федерации на этот раз. Теперь все уровни власти поражены этой болезнью. Разорвать этот порочный круг – наша общая святая обязанность. Крайним примером нерешённых федеральных проблем является Чечня. Ситуация в республике осложнилась до такой степени, что её территория стала плацдармом для экспансии в Россию международного терроризма. Исходной причиной здесь также было отсутствие государственного единства. И Чечня 1999 года напомнила о ранее совершённых ошибках. И лишь контртеррористическая операция смогла отвести угрозу распада России. Профессиональные военные помогли сохранить достоинство и целостность государства. Низкий им поклон. Но какой ценой? Уважаемые члены Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, одним из первых наших шагов по укреплению федерализма стало создание федеральных округов и назначение в них представителей президента России. Суть этого решения не в укреплении региона, не в укреплении региона, как это иногда воспринимается или преподносится, а в укреплении структур президентской вертикали в территорию. Не в перестройке административно-терридиальных границ, а в повышении эффективности власти.